Вирусный гепатит В – это большая проблема. Я уже сказал, что в мире около 330 миллионов лиц с острой хронической вирусной патологией, связанной с гепатитом В. Острый вирусный гепатит В протекает длительный инкубационный период. За время инкубационного периода могут инфицироваться масса людей, и это заболевание протекает довольно тяжело. Да, могут быть и легкие формы, легкие формы, стертые формы, но много форм, как говорят специалисты, фульминантных, то есть протекающих очень тяжело, с нарастанием желтухи, с поражением печени и с развитием коматозного состояния. Проникает в организм двумя путями, редко половым путем, чаще через кровь, посредством различных манипуляций, связанных с инструментарием загрязненной крови, содержащей такой вирус. Что имеется в виду? Это имеется в виду, например, татуировки. Татуировки. Наиболее часто вирусный гепатит, хронический вирусный гепатит В встречается в местах лишения свободы. В местах лишения свободы. Протекает, как я сказал, довольно тяжело, с поражением печени, с нарастанием синдрома желтухи, с нарастанием синдрома интоксикации, с увеличением размеров печени, возможно, развитие и коматозного состояния. Острый вирусный гепатит В в 80-85% случаев заканчивается выздоровлением. 10-15% случаев – это переход в хронизацию процесса. То есть вирус при этом остается. Оставаясь в организме, вирус этот фиксируется на печеночных клетках, на гепатитах, повреждает их, высвобождаются активные ферменты, аланиновая и аспартат трансферазы, которые указывают на то, что имеется поражение печени. Они не говорят о том, что это именно гепатит В, но они говорят о том, что идет воспалительный процесс. В настоящее время очень актуальным является вопрос с хроническим вирусным гепатитом В. Диагноз подтверждается на основе полимеразной цепной реакции. Это молекулярно-генетическая реакция, когда выявляется ДНК вируса гепатита В. Если она выявлена, значит, идет подтверждение, что да, это имеется гепатит В. К сожалению, в настоящее время вывести полностью при хроническом гепатите В имеющуюся ДНК, то есть имеющийся вирус, не представляется возможным. Но есть ряд препаратов, которые при их применении, а применение это может быть очень длительное, несколькими и более годами, нормализовать полностью лабораторные показатели, улучшить состояние печени, которое определяется при эластографии, убирать фиброз печени и тем самым улучшить качество жизни. Такие лица находятся на диспансерном учете в кабинетах инфекционных заболеваний, поликлиник по месту жительства, и они обследуются на основе вышеупомянутой полимеразной цепной реакции. Определяется вирусная нагрузка, то есть концентрация вируса. Если концентрация вируса, есть определенные параметры, не превышает этих параметров, это будет говорить о том, что вирус гепатита В находится полностью под контролем. С уже конца 20 века разработана и есть прививка против вирусного гепатита В. В настоящее время она делается при рождении ребенка с последующей трехкратной ревакцинацией. Применение данной прививки предотвращает заражение данного пациента от гепатита В. В настоящее время у нас на диспансерном учете есть лица, семейные пары, у которых одно из супругов есть вирус гепатита В, у другого нет вируса гепатита В. Значит, в данном случае определяется напряженность иммунитета у того пациента, у которого нет вируса гепатита В, и если напряженность иммунитета низкая, то он вакцинируется, тем самым предотвращается возможность заражения половым путем. Есть определенные контингенты пациентов, людей, которые требуют обследования на вирус гепатита. И В, и С, я сразу скажу, это лица, длительно болеющиеся, болеющие сюда относятся, пациенты туберкулезных отделений, сюда относятся пациенты с сахарным диабетом, сюда относятся пациенты гемодиализа, сюда относятся пациенты, у которых были трансплантированы какие-то органы, сюда относятся военнослужащие, сюда относятся лица, находящиеся в местах лишения свободы, Ну и есть ряд других клинических показаний, в которых надо обследоваться. Делается первичный анализ, это на иммуноферментный анализ, и определяется так называемый HBS-антиген, или, как говорят специалисты, австралийский антиген. При его выявлении определяется методом ПЦР ДНК вируса гепатита В с последующим дальнейшим решением данного вопроса. Острый гепатит В носит редкие, спорадические случаи. В основном это хронический вирусный гепатит В, не острый вирусный гепатит В. Как я сказал, это примерно 10% от перенесенного острого гепатита.